Друзья, у меня есть целая серия уроков на канале, посвященная системе воспитания детей. Я очень трепетно к этому вопросу отношусь и постоянно ищу и пытаюсь как-то совершенствовать эти элементы в нашей семье. У нас четверо детей и одна из составляющих это финансы, финансовая грамотность. И сейчас, вот мне просто в какой-то момент ко мне зашла дочка и сама подняла эту тему, тему денег. И поскольку рядом был телефон, я тут же поставил телефон и решил это снять. Может быть кому-то будет это полезно. Это простой элемент, который я начал сначала со старшим ребенком. Это вот следующий наш ребенок, дочка Вита, стали делать. Это называется папа-банк. То есть я предлагаю депозит со ставкой 5% в месяц. Понятно, что это очень высокая ставка, нерыночная и так далее. Ко мне, я как-то это упомянул и кто-то набросился в комментарии. Вот это же нерыночная, это же вы ребенка в заблуждение вводите. Как так можно 5% в месяц? Но это все-таки в некоторой степени упрощенная игровая форма. Чтобы, какая задача? Научить, во-первых, деньги откладывать, копить, запускать деньги в работу. И вместе с этим просчитывать их. То есть просчитывать, что такое процент понять, что такое 5%, что такое дальше сложный процент. И может быть кому-то это будет полезно и какие-то элементы вы для себя возьмете. Я поделюсь, как вот у нас прямо сейчас это происходило с нашей старшей дочкой. Это Вита, наша старшая дочка. Помашь. Привет. Так, смотри. У тебя есть сколько-то денег. Сколько у тебя сейчас? Ты сказала где-то... У меня две тысячи и триста восемнадцать. Ну давай две тысячи возьмем. Они могут у тебя просто лежать и как бы ты их как-то используешь. Но интереснее заставить их работать на тебя, чтобы деньги сами приносили новые деньги. Вот смотри. Простой вариант. Мы с тобой начнем с Папа-банка. Потом постепенно освоим другие инструменты. Вот с Сережей, как мы потом... Акции, гаражи и так далее. В чем суть Папа-банка? Что ты даешь эти деньги мне, я их запускаю в работу. И за то, что я эти деньги эффективно использую, я плачу тебе пять процентов в месяц. Что такое процент? Вот один процент. Это значит, что такое? Или вы еще не проходили в школе? Не, не проходили. Один процент это одна сотая часть от той суммы, которая есть. То есть, чтобы понять, что такое один процент, надо вот эти две тысячи разделить на сто. Если две тысячи разделим на сто, это сколько будет? Это будет две тысячи и девяносто. Нет, мы не отнимаем, не вычесть. То есть, да, одна тысяча девятьсот была бы правильна, а мы делим. При делении мы здесь нолики убираем и тут нолики убираем. То есть, получится двадцать рублей. То есть, один процент это сотая часть. То есть, сто процентов это вся вот эта сумма. То есть, двадцать рублей это один процент. Сто процентов это двадцать умножить на сто. Это сколько будет? Это будет две тысячи. Две тысячи, да. Это две тысячи. Так вот, я тебе буду начислять пять процентов каждый месяц. Пять процентов, если один процент, это двадцать рублей. То пять процентов это сколько? Это... Двадцать умножить на пять. Это сколько? Двадцать умножить на пять процентов, это будет десять. Десять, правильно. И еще нолик к десятке, если прибавить. А значит, пять на два, десять. И еще нолик мы прибавляем. Сколько? А, сто. Сто. Сто рублей. То есть, каждый месяц твои деньги будут приносить тебе сто рублей. То есть, через месяц я тебе дам, ну, две тысячи плюс сто рублей. И вот так вот каждый месяц буду пять процентов начислять. Понятно. Если захочешь, ты можешь эти деньги забрать. Ну, и вот то, что накопится дополнительно. Хорошо. То есть, деньги вот так работают на тебя. Хочешь попробовать так? Угу. Ну, неси тогда две тысячи, давай. Вот такой интересный папа-банк у нас. Понятно, что под пять процентов многие хотели бы вложить. И не прочь были бы. Но это все-таки такой стартовый образовательный инструмент для самых начинающих инвесторов. Потом папа-банк закрывает свои двери по мере того, как растет инвестор. Да. Так. Закрой. У нас тут финансовые вопросы. Закрывай дверь. Куда ты идешь? А ведь надо урок делать. Сейчас она придет делать урок. Закрой пока. Ладно. У нас тут банк работает. Это у нас следующее. Банк-банк, закрывай дверь. А-а-а. Да. Это там. Вон там у нас вещи. Я сижу. Ангелуш, все. Не отвлекай нас. Так, доставай деньги. Отсчитывай. Две тысячи. Тысячи. Ваня, погоди. Закрой верочку. Нет, блин. Следующий пришел. Вон так, что-то не голова. Не, Ванюш, мы пока заняты. Так, одна тысяча. И еще одну отсчитывай. Это вот. Пятьсот. Пятьсот. Семьсот. Угу. Семьсот. Девятьсот. Девятьсот. Девятьсот и... Так, вот, да. Две тысячи. Вот одна тысяча и две тысячи. Вот я принял твои две тысячи в работу на хранение. И сегодня у нас, смотри, двадцать первое октября. Двадцать первое десятое. Двадцать первого ноября одиннадцатого месяца. Ты ко мне приходи и тебе будет сто рублей. Поняла? Угу. Все. Вперед. Вот такими простыми методами я начинаю знакомить детей с финансовыми инструментами. Да, кто-то может быть скажет, да это что за ерунда, там пять процентов, да и вообще это лучше пусть идет в школе математику или биологию или что-то еще учит. Но этому нигде почему-то никто не учит. Этому не учат в школах. А если учат, то так, что никто ничего не понимает. И на практике освоить то, что можно не тратить все сразу, а можно отложить и потихонечку подкопить. То, что есть такая штука как процент, как сложный процент, как то, что деньги работают на тебя. Вот такие небольшие вещи я стараюсь с детьми начинать делать где-то там с шести, семи, восьми лет. Но смотря как, как кто готов, как кто развивается. Вот дочка уже просится и семинар мой посетить. Старший сын уже несколько раз у меня семинар по недвижимости посещал. И после одного из них мы с ним вот два доходных гаража запустили. Но дочка сейчас тоже подтягивается к этому делу. Под видео я дам ссылку, если вдруг кому-то интересно. У меня есть целая подборка серии видео, посвященных системе воспитания детей. Поскольку я очень много этим вопросом. Занимаюсь. Если вдруг эта тема интересна, посмотрите. Полистайте, может быть что-то и для вас будет актуально. И напишите ваши мысли и ваш опыт, как вы занимаетесь финансовым воспитанием ваших детей. Будет очень здорово посмотреть. Кстати, у нас недавно выходило интереснейшее видео. Как раз на тему того, как финансово воспитывать детей. И у нас был интересный гость Тимур, с которым мы обсуждали. Он рассказывал свой опыт. Я свой. Тоже дадим ссылку под видео. Пишите ваши комментарии. Ваш опыт. Буду за это благодарен. Удачи!